Уважаемые слушатели, как вы меня видите, слышите, тоже поставьте, пожалуйста, блюзик, если все хорошо у нас. Так, вижу. Еще хотелось бы у вас узнать, кто вы по профессиям и география присоединившихся. Постараюсь говорить громче. Так, хорошо. А мы с вами продолжаем. Итак, как уже Татьяна Викторовна мне представила, еще раз повторюсь, зовут меня Журова Инна Александровна. Ага. Я учитель-логопед высшей категории, нейропсихолог и олигопренно-педагог. И сегодня мы с вами поговорим о песочной терапии, коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. И наш вебинар я хотела бы начать со следующих слов. Просто сыграем, как делают дети. Что вне игры, то для них мишура. Это сладчайшее дело на свете. Общая наша игра. Многие родители часто задают вопрос и себе, и специалистам, когда же начать учить ребенка. Одни говорят, что еще в утробе матери. Другие говорят, не учите вообще. Школа научит. Третьи же в свою очередь посоветуют отдать вашего ребенка в руки грамотных специалистов. Как только он начнет ходить и говорить. И сделать этот выбор оказывается непросто. Но давайте посмотрим с вами на проблему с другой стороны. Действительно, ребенок начинает познавать мир, находясь еще в утробе матери. Причем учеными установлено, что основой этого процесса является тактильная, то есть кожная чувствительность. Недаром, говорят, кожа чувствует. Появившись на свет, он активно исследует окружающий мир. Собственно, это и есть процесс самообучения. Может, все чаще вам приходится слышать от специалистов фразу «главное ребенку не мешать». А как же не мешать? Чем можно помешать ребенку? Задают многие вопросы сами себе. Оказывается, помешать можно. Если подходить к ребенку по меркам взрослого, как же этого избежать? Давайте мы с вами понаблюдаем за детьми. Они тянутся к ярким и небезопасным предметам. Им нужно все попробовать на зуб. Но главное их тянет к тому, что нельзя. И зачастую заботливые родители, специалисты тоже вынуждены ставить череду запретов. И как следствие, искусственно, мы все тормозим развитие ребенка. А теперь давайте с вами обратим внимание на нашего внутреннего ребенка. Думаю, каждому из нас хочет затворить что-то свое, ломать, чтобы почувствовать силу, но при этом чувствовать себя защищенно. Эти желания можно реализовать с помощью песка. Игры на песке – это одна из форм естественной деятельности ребенка. Кто из нас не играл в куличики? Федерки, формочки, совок. Первое, что приобретается родителями ребенку. Первые контакты детей друг с другом происходят также в песочнице. И, как сказал Константин Дмитриевич Ушинский, самая лучшая игрушка для детей – это куча песка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в развивающих и обучающих целях. Возможности применения песочницы до конца не раскрыты и поистине безграничны. Песочницы в работе могут пользоваться психолог, педагог, организующий за студию, учитель-дефектолог для организации альтернативной коррекционной работы. Также в своей работе могут использовать воспитатели. И с уверенностью можно сказать, что песочница представляет собой новый интерактивный и недорогой психолого-педагогический ресурс. На его основе можно предложить и организацию дополнительных, в том числе платных образовательных услуг. Игры с песком развивают мелкую моторику, стимулируют речевую активность, способствуют пополнению и автоматизации лексического запаса. Песочница представляет возможность наглядного показа практического применения грамматических форм и категорий, а также позволяет многократно упражняться в их употреблении. Конечно, на базе педагогической песочницы можно успешно и динамично в атмосфере сюжетно-ролевой и одновременно дидактической игры развивать фономатическое восприятие, фономатический слух, проводить автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. Именно в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность. Развивается так называемый мануальный интеллект ребенка. Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу имеет дополнительный эффект. С одной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям. С другой стороны, более интересно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, что песок обладает замечательным свойством заземлять негативную психическую энергию, то в процессе образовательной работы происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Использование песка для отображения внутренних видений имеет длинную историю. Древние племена чертили защитные круги на земле и создавали различные рисунки из песка. Историческими и культурными параллелями песочной терапии являются рисунки на песке племен Наваха. В практике индейцев эти изображения используются в церемониях извлечения для предсказаний, изгнаний нечистой силы и других целей. В Китае, Индии, Японии сосуды с песком размещают около входа в дом. И каждый входящий или выходящий опускает рукой в песок, чтобы очиститься от дурных мыслей и опасных чувств. Вот сейчас вижу в чате вопрос, а может ли манка или другая мелкозернистая крупа заменить песок? Да, конечно, почему бы и нет. Тоже очень удобно, когда нет возможности работы с песком. Итак, продолжаем с вами. Началом использования подноса с песком в психологической практике принято считать конец 1920-х годов. Игра и творческий потенциал, как часть терапевтического процесса, уже использовались, особенно в работе с детьми. Мелани Клайн, Анна Фрейд, Эрик Эриксон, Шарлотта Бюллер и многие другие были сторонниками использования игрушек и миниатюр для терапевтических, диагностических и других целей. В 1920-х годах Маргарет Лавенфель продвинулась от ортодоксальной педиатрии до детской психиатрии. Ее цель состояла в том, чтобы найти среду привлекательную для детей и обеспечивающую связь между наблюдателем и ребенком. Она увидела потенциал использования маленьких игрушек, которые помогают детям сообщать их самые глубокие мысли и чувства. В игровом помещении, созданного ею Лондонского института детской психологии, она установила два цинковых подноса. Один был наполовину наполнен песком, а другой водой. И формочки для игры с песком. Игрушки, ну скажем так, жили в коробке. Маленькие пациенты этого института использовали игрушки в игре с песком, а коробки с песком они называли миром. Поэтому Лавенфельд называла свой игровой метод мировой методикой. Юнгенианская песочная терапия была разработана швейцарским детским психотерапевтом Дорой Кальф. После того, как в 1956 году Юнг посоветовал ей изучить песочную терапию в Лондоне. Она дополнила технику Лавенфельд эргенианским подходом и своим глубоким знанием восточной философии. Кальф также указала на возможность использования песочной терапии в работе с взрослыми и детьми. И обратила внимание на то, что песочные композиции взрослых отражают те же стадии психического развития, что и детские работы. Книга Дора Кальфа «Песочная терапия» явилась первой опубликованной работой по юнгенианской песочной терапии. Существенное отличие от традиционного варианта юнгенианской песочной терапии заключается в использовании интерактивных игр и упражнений. В первой половине 20 века швейцарский ученый, психолог и философ Карл Густав Юнг отметил терапевтический эффект игр с песком. Технология подобного лечения проста. Ребенок просто создает песочные образы и фигурки. Ломает их, перестраивает, выравнивает и так далее. Именно такие действия закрепляют в глубинах сознания вроде бы элементарный вывод. Нет, не по правилу ситуации. Старое заменяется и сменяется новым. Естественная потребность детей играть с песком и психолого-педагогические исследования привели к мысли перенесения части учебного материала на песок. За счет чего можно сделать традиционную методику по развитию всех компонентов речи для детей с тяжелыми нарушениями речи. Гораздо более интересной, увлекательной и продуктивной. Целью песочной терапии на логопедических занятиях является создание специальных условий и подходов в коррекционной работе с детьми-логопадами для эффективного способа подачи материала и обеспечения успешного освоения коррекционно-образовательных задач детьми посредством технологии песочной терапии. Какие же задачи у нас здесь стоят? Это способствовать мотивационной готовности детей воспринимать дидактическую задачу, формировать у детей психологическую базу речи, учить детей способом коммуникации в совместных играх и упражнениях в песочнице, развивать мелкую моторику, автоматизировать поставленные звуки, развивать диафрагмальное дыхание, освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, развивать фономатические слуховосприятия и так далее. Их на самом деле очень-очень много. Все игры с песком можно разделить на сюжетно-ролевые и развивающие творческие игры с обычным песком, песочная анимация на специальных столах с подсветкой, Создание картин-композиции на ватмане или подносе с использованием цветного песка, проективные игры, лепка различных фигурок и формочек, конструирование построек и целых песочных городов из кинетического песка. Какие выделяют виды игр с песком? Это обучающие, облегчают процесс обучения ребенка. Познавательные, с их помощью поднается многогранность этого мира. И проективные, через них осуществляется диагностика и развитие. Игры с песком разнообразны. Обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, грамоте. Познавательные игры дают возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории своего поселка, страны, города и так далее. Проективные игры откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию. Занятия с применением технологии песочной терапии могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Групповые занятия проводятся в малых группах, это 4-5 человека. И длительность занятия не более 40 минут. Какое же нам понадобится оборудование для игр с песком? Первое. Это водонепроницаемый ящик. Его подбирают с учетом количества детей, принимающих участие в игре. Высота бортов не менее 10 сантиметров. Размеры большой песочницы для подгрупповых занятий 90 на 70 сантиметров. Такой размер ящика соответствует оптимальному полю зрительного восприятия. Что позволяет визуально охватывать его целиком. Песок в нем можно разделить на две части. Сухой и мокрый. Для индивидуальных занятий можно использовать несколько пластиковых прямоугольных тазов. Желательно, чтобы у песочницы были съемные крышки. Графомоторные занятия и рисование фигур в лотке с песком коренным образом отличаются от игр в песочнице и имеют совсем иной смысл. Дело в том, что ограниченность поверхности многим детям дает ощущение безопасности. Создает благоприятную атмосферу для их творчества. И лоток для песка сделан прямоугольным не случайно. Подобная форма воздействует на наше сознание совершенно иначе, чем квадрат или круг. Если квадрат или круг вызывают умиротворение и сосредоточенность, то прямоугольник более динамичен. Ребенок имеет возможность выбирать то, что он хочет. Кроме того, прямоугольная форма лотка лучше, чем квадратная. Подходит для создания симметричных фигур. Песок должен быть желтого цвета, либо светло-коричневого. При этом тоже обратите внимание, что он должен быть сертифицированный. И песчинки должны быть среднего размера. Песком заполняется одна треть ящика. Перед использованием песок должен быть просеян, промыт и обеззаражен. Его нужно прокалить в духовке или прокварцевать. Порцевать песок необходимо не реже одного раза в неделю. С обязательным указанием последней даты порцевания на обирке, то есть на внешней стороне песочницы. Мокрый песок по окончании занятия необходимо просушить. Поверхность сухого песка выровнять и сбрызнуть водой. Можно также использовать цветной песок, но он, опять же, должен быть сертифицирован. И следующее, что еще должно быть, это набор игрового материала. Что сюда входит? Это различные лопатки, широкие кисточки, сито, воронки, разнообразные пластиковые формочки разной величины, геометрические формочки для теста, игр с песком и так далее. Кроме того, миниатюрные игрушки, изображающие людей, различных животных, растения, спорт, транспорт. Набор игрушечной посуды. А также еще я использую в своей работе бросовый материал. Различные камешки, ракушки, веточки, палочки и большие пуговицы. Итак, какие же я бы хотела вам дать рекомендации? Желательно, чтобы дети работали стоя, так как у них будет больше возможности совершать свободные движения. Не нужно помещать лоток в углу комнаты, но я имею в виду, когда вы работаете с ним. Понятно, что если он занимает много места, то в кабинете посередине вы не поставите, убираете куда-то с краю. А когда нужно, необходимо, то тогда достаете. И к лотку должен быть доступ со всех сторон. Дальше. Лоток с песком следует установить на большом и прочном столе, высота которого должна обеспечивать комфортные условия для работы детей. Дальше. В идеале для лотка, конечно, с песком должен быть отдельный стол. Ну, или стол специально разработанный для этого. Все это можно найти в интернете, если есть возможность, то приобрести. Нет этой возможности, то исходим из того, что имеем. Дальше. Материалы, которые в данный момент не используются, лучше убирать в специальный ящик. И все принадлежности для занятий следует размещать в маленьких корзиночках или ящичках на уровне глаз ребенка. Следует запретить использование предметов и материалов, которые могут поцарапать стеклянное дно лотка. Необходимо категорически запретить детям бросаться друг к другу песком. И если это вдруг все-таки случится, взрослые, проводящие занятия, должны тут же вмешаться. Даже если дети работают аккуратно, песок все равно может просыпаться на стол, на пол, то в таких случаях я лично детям предлагаю самостоятельно подместить пол веником и собрать песок с совок для мусора. Но это, опять же, в конце уже занятия. И еще хорошо, конечно, если под лоток есть возможность постелить полотенцем. Но только что однодонно, без всяких орнаментов, рисунков. И в конце занятия уже полотенце это стряхнуть. Итак, наряду с высокой эффективностью метода песочная терапия имеет и противопоказания. Не рекомендуется она в следующих случаях, когда уровень тревожности у ребенка очень высок. Либо есть аллергия или астма на пыль и мелкие частицы. И есть кожные заболевания или порезы на руках. Главное наш с вами стимул это то, что главное нам не навредить. Итак, дальше. Структура занятия предполагает следующие пункты. Это введение в тему занятия, то есть демонстрация песочницы, коллекции фигурок. Дальше. Знакомство с правилами игр на песке. Формулировка темы занятий, инструкции к играм. Ну, по поводу тревожности, опять же, здесь момент какой? Что вы можете разыгрывать какую-то либо, да, сказку, и ребенок может быть напуган. У меня вот был такой момент, когда ребенку в свое время другой логопед показал мультик с Бабой Егой. Причем, не знаю, что это был за мультик, но каким-то образом она взаимодействовала с песком. И когда он пришел на занятия и увидел песок, у него была истерическая реакция. Я, конечно, знать не знала предысторию. И благо, что мама была рядом, и она мне объяснила, почему. И пришлось, конечно, нам долго уходить от этих страхов. Поэтому ситуации различные могут быть. Итак, дальше. Следующее – это содержание занятия. И пятое – итог занятия и ритуал выхода из него. На первоначальном этапе дети знакомятся с песочницей. Обычно говорю детям следующее. Посмотрите, наша песочница заполнена песком тонким слоем, а дно светится разным цветом. Здесь демонстрируются световые варианты. И что они напоминают? Голубой, как небо, море, река, желтый, как песок, пляж и так далее. Как вы думаете, зачем это нужно? И педагог рассказывает правила игр с песком. Дальше. Здесь же предъявляются детям правила поведения в песочнице. Я вам озвучивать не буду, да, кратко уже рассказала. Презентация у вас есть. Вы в дальнейшем можете копировать и детям предъявлять эти правила. В подготовительной группе у нас немножко уже видоизменяются правила поведения. И предъявляются детям вот в таком виде. Итак. Дальше. И здесь можно предложить игру детям «Волшебный песок» для знакомства с песком. Цель этой игры, да, как я уже сказала, это развитие тактильно-кинетической чувствительности, снятие эмоционального напряжения. Детям предлагается поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения, как машинка, змейка, санки и другое. Дальше. Выполнить все же движения, поставить ладонью ребром. Третье. Это создать отпечатками ладоней, кулачков, косяшек, кисти и рук, всевозможные причудливые узоры на поверхности песка. И попытаться найти сходство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира. С ромашкой, солнышком, капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и так далее. Дальше. Можно предложить пройтись по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой и левой рук. После двумя руками одновременно. Сначала только указательным, потом средними, затем безымянными, безымянными и так далее пальцами. Можно поиграть пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать тоже упражнение на поверхности стола. И также можно предложить ребенку, сгруппировав пальцы по 2, по 3, по 4, по 5, оставлять на песке загадочные следы. По поводу качества детей. Вижу в комментарии вопрос. Нет, не обязательно. Я проговорила в начале занятия, что может быть как индивидуальная форма работы, так и групповая до 4-5 человек. Итак, а мы с вами дальше продолжаем. Можно провести опыт с песком. И они перед вами на слайдах. Можете тоже ознакомиться с ними. Уже не буду подробно останавливаться, потому что времени не очень много. Хотелось бы все успеть вам рассказать. И вот еще у нас здесь свойства мокрого песка, свойства рассеянного песка и так далее. Свойства рыхлого песка. И следующий шаг – это демонстрация коллекции фигурок. Обычно я говорю детям следующее. Посмотрите, здесь много самых разнообразных фигурок, трафаретов, приспособлений. Вы можете их рассмотреть и поддержать в руках. Затем формулируется тема занятия и основное содержание занятия. Этот шаг осуществляет какой-либо сказочный герой, например, звуковичок и так далее. Он задает тему занятия. От его лица ведется увлекательный рассказ о каком-либо событии. Он формулирует задания и загадывает загадки. Иными словами, весь образовательный материал преподносится детям этим сказочным персонажам. Он же ведет игровой процесс, контролирует его ход, резюмирует, анализирует результаты творческих работ, подбадривает каждого из ребят. И в конце завершение занятия и ритуал выхода. Завершая работу в песочнице, дети разбирают свои постройки, расставляют игрушки на полке стеллажа, разравнивают песок, кладут ладони на поверхность песка и произносят слова благодарности. Итак, подробнее. Организировочная структура занятия. Первое. Это вводная. Целью здесь у нас настраивание детей на совместную работу. Установление эмоционального контакта между детьми. Основные процедуры здесь. Виртуал приветствия и игроразминки. Вторая часть. Основная. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят упражнения и игры, направленные на развитие компонентов речевой системы, определенные задачами занятия. Основные процедуры здесь это игры и упражнения, рисование и творческие работы. И третья часть завершающая. Основные цели этого этапа – подведение итога занятия, создание у каждого участника чувства принадлежности группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Беседа о том, что было на занятии. Какие игры с песком можно использовать логопеду в своей работе? Сейчас я хотела бы более подробно на них остановиться. Итак, игры и упражнения на развитие диапрагмального дыхания. При выполнении игр и упражнений на дыхание необходимо следить, чтобы дети набирали воздух через нос. Выдыхали медленно и плавно, сбиваясь в длительности воздушной струи. Игры здесь какие можно использовать? Первая игра, которую я хотела бы рассказать – «Выровни дорогу». От детской машинки логопед проводит неглубокую канавку в песке. Ребенок воздушной струей выравнивает дорогу перед машинкой. Следующая игра называется «Что под песком?». Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок открывает таким образом изображение. Игра «Помоги зайцу замести следы». В песке делаются небольшие углубнения, то есть следы, ведущие к домику зайца. Неподалеку нам нужно расположить лесу. Необходимо замести все следы, чтобы леса не обнаружила зайца. Игра «Секрет». В песок неглубоко закапывается игрушка или предмет. Необходимо сдувание песка обнаружить спрятанное. Игра «Ямка». Ребенок плавной и длительно воздушной струей выдувает ямку на песке. И следующая игра «Песочный ветер». Цель этой игры – научить детей управлять вдохом и выдохом. Здесь нам понадобится уже песочница с сухим песком. Какой ход игры? Дети учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. Детям постарше можно предложить сначала сказать приятные пожелания своим друзьям. Подарить пожелание песочной стороне, задувая его в песок. Можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. Данное упражнение можно комбинировать с ароматерапией. Однако ароматерапию имеют право использовать специалисты, прошедшие определенную подготовку в этом направлении. Здесь также учитывается то, что у ребенка могут быть аллергические реакции. Ребенок вдыхает запах, специально подобранный для него ароматической смеси. Тонизирующий или наоборот расслабляющий. При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с песком, сдувая его в песочницу. Да, конечно, и звук тоже можно добавлять. По поводу глаз мы надеваем прозрачные очки. Поэтому проблем никаких не возникает в работе. Итак, дальше мы продолжаем с вами. Какие игры я использую в своей работе при коррекции звукопроизношения? Автоматизация звука в слогах предполагает произнесение ребенком за логопедом нужных слогов в каждом виде работ. Игра «Прыгаем» пальчиками, мы здесь, скажем так, кавычка «прыгаем» пальчиками по песку от одного края песочницы до другого. В разных направлениях. «Прыгаем» пальчиками одной руки, обеих рук. «Прыгаем» одним пальчиком, двумя пальчиками, четырьмя, пятью. Можно это делать двумя руками одновременно. Дальше. Следующая игра «Оставляем следы». Ребенок ходит, прикладывая к песку ладошки, кулачки, костяшки пальцев в тыльную сторону ладони. Игра «Пальчики купаются», ладошки взрываются в песок, затем ребенок растопыривает пальчики и снова смыкает их. Еще вариант. Ребенок собирает пальчики в кулачок, разжимает его. Можно одновременно двумя руками, можно поочередно, а потом пальчики по одному выглядывают из-под песка. Следующая игра «Идем в гости». Это упражнение очень эффективно работает на открытые слоги. В центр кладется буква, обозначающая автоматизированный звук. По четырем углам песочницы закапываются гласные. Ребенку предлагается сначала откопать гласную букву, сопровождая процесс откапывания изолированным произнесением автоматизируемого звука, назвать ее, а затем от центра к этому гласному провести изображение. Например, «Са-а». И так поступаем со всеми гласными. Следующий играм – это спускаемся на парашюте. Это упражнение эффективно работает на закрытые слоги. Гласные кладутся около дальнего от ребенка борта песочницы, А согласный кладется к ближнему бортику. Пальчики от гласных спускаются к согласному. Ас! И так далее. Выкладывание по песку различных дорожек из подручного материала, пластмассовых крышек, фасоли, крупных пуговиц, крупных бусинок, мелких камешков. Тоже все это можно использовать в своей работе. Из счетных палочек выкладываем лестницу, затем одним пальчиком прыгаем, двумя пальчиками входим по этим предметам и произносим за логопедом слоги. Работа с пластмассовыми крышками от пластиковых бутылок может очень хорошо разнообразить работу по автоматизации звуков слога. Эти крышки могут быть красного, зеленого, синего, желтого цвета. Упражнение называется музыкальные клавиши. Ребенку дается задание произнести определенный слог на определенный цвет. Крышки ребенок может откапывать из песка, может доставать из непрозрачного мешочка. Откопал крышку, назвал слог, выложил дорожку. Затем ребенку предлагается спеть песенку, нажимая пальчиком по клавише. Ша-шо, ша-шо и так далее. Начинать можно с двух цветов, двух словов и постепенно усложняя. Трех, до трех и четырех слогов. Ша-шо-шу-ши и так далее. Автоматизация звука в словах предполагает произнесение ребенком за логопедом слов в каждом виде работ. Упражнения на этом этапе могут повторять упражнения и первого пункта, о чем я уже рассказывала. Только вместо слогов ребенок уже произносит слова. Пластмассовые крышки можно использовать следующим образом. Красная крышка, звук в начале слова. Зеленая, звук в середине. Синяя, звук в конце слова. Ребенок откапывает крышку и придумывает слово. Если ребенок затрудняется, он может выбрать нужное слово из трех, предложенных логопедом. В песок зарываются картинки с автоматизируемым звуком. Ребенок ее откапывает, называет и определяет место звука в слове. В песок закапываются картинки с определенным звуком, одно-двусложные. Ребенок откапывает картинку, выкладывает на песке буквами из пластмассовой или разрезной азбуки. Задание от логопеда. Определи количество слогов. Скажи ласково, чего нет, один несколько, посчитай до пяти, выложи крышками звуковую схему слова, назови ударный слог. Например, логопед рисует на песке любой предмет с заданным звуком и просит ребенка догадать, что он нарисовал. Затем самому нарисовать предметы и назвать слова, в звучании которых есть заданный звук в начале, в середине, в конце слова. Также ребенку предлагается откопать в песке и назвать игрушки с заданным звуком. Сначала с открытыми глазами, затем уже с закрытыми. Следующая игра называется совпадение. Ребенок закапывает в песок игрушки, например, со звуком Ш. Мышку, мишку, матрешку, кошку и так далее. Так, чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким холмиком. Затем предлагает ребенку вспомнить игрушки, в названии которых есть звук Ш. Ребенок называет игрушку и раскапывает песок. Если происходит совпадение выкопанной игрушки с названной ребенком, то он получает возможность поиграть с этой игрушкой. Еще одна игра напиши на песке. Ребенок пишет заданные слоги и слова. Читает их, допускается и обратный вариант. Логопед пишет, а ребенок читает. Еще хотела бы предложить одну игру вашему вниманию. Называется «Буква потерялась». Детям до 7 лет и 7 лет включительно можно предложить написать на песке короткое слово с одним слогом. Пропустив, например, первую, последнюю букву или букву в середине слова. Логопед пытается угадать задуманное и написанное ребенком слово. Дальше. Это игры на развитие фономатических процессов. Здесь хотела бы предложить вашему вниманию следующие игры. Первое – это «Найди букву». Вариант игры «Волшебный мешочек». Ребенку предлагается с закрытыми глазами найти закопанные в песке буквы «Все» или какую-то определенную. Или игрушки, в названии которых есть заданный звук. Следующая игра. Какой отличается? Песочный человечек произносит серию слогов «ну», «но», «ны», например, да, или «сва», «ска», «сва». И предлагает детям определить, какой слог отличается от других слогов. Следующее. Это «Волшебный песок». Ребенку предлагается откопать игрушки, декориентированные звуками, и разложить их на две группы. Следующая игра – это «Подарки Соне и Маше». Песочница делится перегородкой на две части. Ребенок дарит предметы или игрушки с дифференцируемыми звуками девочкам. Соне, например, со звуком «с», и Маше со звуком «ш». Следующая игра называется «Два короля». Игра на дифференциацию твердых и мягких звуков. Детям предлагается подарить подарки. Игрушки, картинки двум королям, которые правили королевствами твердых и мягких звуков. Следующая игра «Найди друга». Педагог достает из коробки картинки «Бабочка, корова, лягушка, петух, медведь» и раздает их детям. И предлагает «Сделайте домики для этих животных, скоро к ним придут их братья». Дети выполняют. Затем педагог достает из коробки следующие картинки «Белка, кит, павлин, лошадь и мышка». Как же мы с вами узнаем, где чей братик? Для этого давайте произнесем название «животно» и выделим первый звук в этих словах. Кит, да, ке. Он пойдет в гости к корове. Первый звук, в котором к, к и ке – это братцы. И так далее. Дети по очереди называют тех, кто изображен на картинках, выделяют первый звук и подбирают пару. И дальше уже логопед обсуждает с детьми, чем различаются данные пары звуков. Можно предложить закопать игрушки, в названии которых есть данный звук. Следующая игра. Какой звук лишний? Животные предлагают поиграть в игру. Кто лишний? Давайте вспомним, какие звуки издают животные. Коровы мычит – м, 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 да? Тигр рычит – р, 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 пчела жужжит, ж, ж, и так далее. А теперь я буду называть звуки, и тех животных, звуки которых я не назову, должны будут спрятаться в песок. Р, л, д, ж, да, и здесь дети уже выбирают. Следующая игра называется «Сатри лишнее». Рисуем на песке три объекта, легко узнаваемые по очертаниям. Например, солнце, самокат, рыба. Ребенку предлагается стереть лишний предмет и объяснить, почему именно этот предмет лишний и по желанию продолжить уже самому. Дальше. Игры на развитие слоговой структуры слова. Например, игра полоски. Логопед, а затем уже сам ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по их количеству придумывает слово. Игра. Исправь ошибку. Логопед чертит на песке ошибочное количество полосок. Ребенок анализирует количество слогов в слове и исправляет ошибку, добавляя или убирая лишнюю полоску. Игра. Раздели слово на слоги. Ребенок печатает на песке заданное слово и вертикальными полосками делит его на слоги. Игры на обогащение словарного запаса. Здесь, как я хочу предложить вашему вниманию, игры. Это разноцветная фантазия. Взрослый прячет жетон на песке. Дети по очереди достают жетон и подбирают существительные, обозначающие предметы данного цвета. Например, ребенку попался жетон белого цвета. Ну, я еще использую камешки Марблс. Думаю, тоже вам знакомо, вы знаете, что это такое. Ну, например, камешек у нас белого цвета. Он называет слова снег, мел, сахар, соль и так далее. Следующая игра. Рыбка. Целью этой игры является обогащение речи детей существительными, обозначающими название рыб, способствует развитию мелкой моторики пальцев. Педагог загадывает ребенку загадку. В воде она живет, нет клюва, а клюет. Ребенок должен загадать загадку и нарисовать отгадку. После этого поговорить с ребенком о том, какие еще есть рыбы. Морские, пресноводные, где они живут и так далее. И дальше, затем уже предложить самостоятельно нарисовать известных ему рыб. Следующая игра. Кто больше назовет? Ребенок подбирает прилагательные, то есть слова-признаки, глаголы, словодействия. И на каждое слово выкладывает ракушку, камешек или пуговицу. Следующая игра. Слова родственники. Игра проводится аналогично предыдущей. Игры на развитие грамматического строя речи. Здесь, например, игра «Чего не стало». Игра на закрепление и использование существительных в родительном падеже единственного и множественного числа. Логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а затем просит ребенка назвать, что изменилось. Следующее. «Чье все это»? Это. Детям предлагается достать из песка фигурку любого из животных. После этого задаются вопросы, на которые нужно ответить одним словом. Вопросы такие. «Чей хвост?», «Чье ухо?», «Чья голова?», «Чьи глаза?». Следующая игра называется «Машинки». Это игра на употребление в речи предлогов, таких как «К», «Между», «За», «Перед», «Изда». Логопед расставляет машинки по песочному полю. Ребенок рассказывает о местоположении машинки относительно других. Следующая игра «Подбери слово». Ребенок обнаруживает спрятанные в песке игрушки и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их вроде с существительным. Например, «Рыбка какая?», «Быстрая», «Блюдце какое?», «Пластмассовое», «Тигр какой?», «Полосатый» и так далее. Дальше. Игры на развитие связной речи. И здесь первая игра, о которой бы я хотела рассказать, называется «Мой флаг». Ребенок взрывает в песок предмет и описывает его, не называя. Тот, кто догадался, о каком предмете идет речь, откапывает его в песке. Следующая игра называется «Нарисуй и расскажи». Ребенок создает картинку на песке и сопровождает свои действия речью. Следующая – это фантазии из песка. Цветной песок хаотично насыпаем на бумажные тарелочки, листы бумаги. Педагог предлагает рассказать, что увидели дети. Еще одна игра – сказочники песчаной страны. Здесь у нас осуществляется моделирование из песка сказочных сюжетов с использованием мелких фигурок, составление и рассказывание сказок, рассказов и так далее. Теперь хотела бы рассказать об играх, которые я использую при обучении грамоте. Игра «Найди буквы и назови». Логопед прячет в песок пластмассовые буквы. Ребенок должен найти и назвать все буквы. Эту игру можно усложнить, взывая инструкции типа «в правом верхнем углу», «в левом нижнем» и так далее. Можно лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней. Можно дописать элемент, недостающий элемент буквы или слова. Дальше прочитать, например, можно предложить ребенку прочитать слово, которое написано с помощью песка и так далее. На самом деле игр очень много. Следующее. Ещё использую математические игры в своей работе. Например, узор под диктовку. Цель этой игры – развитие ориентировки в пространстве. Далее выдают указания, в каком углу, в каком месте песочницы положить тот или иной предмет. Можно использовать природный материал. Затем игры, что справа, слева, сверху, внизу и так далее. Игры с цифрами тоже можем использовать и с песком и так далее. Ещё в своей работе я использую кинетический песок. Детям очень нравится он. И кинетический песок – это уникальный материал для занятий игр с детьми, причем всех возрастов. Он позволяет строить замки не хуже, чем из обычного влажного песка. При этом невероятно он приятный на ощупь. И для ребенка это не только интересно, но и полезно. Эти игры направлены на сенсорное развитие, развитие мелкой моторики, развитие фантазии, снятие напряжения, работу со страхами и неврозами и развитие сосредоточенности. Как же можно играть с кинетическим песком? Мы закапываем в него руки. Даже взрослому приятно погрузить руки в такую массу. Лепим из него различные фигурки. Попробуйте скатать колобка, а затем расплющить его. Вы можете лепить из него различные формы и изучать их с ребенком или предложить ребенку слепить буквы, цифры. В лепке я также использую формочки. Здесь мы готовим печенье, кексики, потом кормим наших героев, разыгрываем целые сказки и сюжеты. Вот, еще, ну, опять же, формочки эти все доступны. В помощь нам приходит фикс прайс, да. Мне там очень нравится, сейчас продается ролик, с помощью которого остается отпечаток на песке. Также, помимо формочек и этого ролика, я приношу на занятия пластмассовый ножик. И дети с помощью этого ножа разрезают, да, какие-то фигуры, что они там вылепили. Можно играть в прятки, то же самое, да, с кинетическим песком. Что-то закопать, буквы, цифры, фигурки и так далее. И я вам рассказала лишь небольшое количество игр, которые я использую в своей работе, которые вы можете использовать в своей работе. Здесь нам на помощь придет фантазия у педагогов, она огромная. Вот. И, вы знаете, здесь такое, как резюме в итоге. Детям, моим, во всяком случае, детям очень нравится играть с песком и с обычным, и с кинетическим. Они выходят после занятия одухотворенные и всегда спрашивают, а когда мы к вам опять придем и опять поиграем. И, надеюсь, что представленный мною опыт работы поможет вам в вашей профессиональной деятельности. Спасибо вам за внимание. Вам спасибо за приятные отзывы. Очень рада их видеть. Спасибо. Спасибо.